Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный в студии Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. В начало года в Минске на тушение пожаров и ликвидацию ЧС спасатели совершили около 1200 выездов. На пожарах погибли 4 человека, а 18 пострадали. Более ста работниками МЧС были спасены и эвакуированы из опасных зон. Все подробности о происшествиях ушедшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. Начало минувшей праздничной недели в столице выдалось относительно спокойным, без серьезных по своим последствиям происшествий. А вот праздник весны и труда отметился очередной порцией ЧС. Утром спасатели выехали на помощь 80-летнему мужчине. Пенсионер ремонтировал старый диван и получил травму пальца от выстрелившей пружины. Работники МЧС помогли освободить руку, а врачи скорой благополучно извлекли крючок из пальца. В дальнейшей госпитализации мужчина не нуждался. Оставленная без присмотра хозяйкой свеча стала причиной пожара в частном доме по второму короткому переулку в среду поздно ночью. Бойцы МЧС прибыли вовремя. Огонь не успел разгуляться по всему дому и полыхал только в одной комнате. 37-летняя хозяйка не пострадала. Минск чрезвычайный. Спасение животных – неотъемлемая часть работы спасателей пожарных. В среду днем жители домов по улице Щербакова были обеспокоены истошным мяуканьем, которое разносилось по всей окрестности. Спустя несколько часов они позвонили в дежурную службу МЧС. Оперативно прибывшие спасатели помогли застрявшему в приоткрытом окне коту. При помощи лестницы они дотянулись до второго этажа и протолкнули животное внутрь, так как хозяев питомца в момент ЧП дома не было. В случае, когда кошки застревают в окнах, не редкость. Отверстие в пластиковом окне, открытом на вертикальное проветривание, расположено таким образом, что животное сползает к узкой его части и намертво там застревает. Так что будьте внимательны и бдительны, когда уходите куда-то. Не оставляйте окна вертикального проветривания открытыми. В среду около шести вечера спасатели выезжали на улицу Славинского тушить, как предполагалось, балкон на третьем этаже. Но огонь уже перебросился и на квартиру. Оперативно прибывшие работники МЧС ликвидировали загорание в девятиэтажке. Огонь повредил имущество в квартире. Также повреждена обшивка балкона в квартире, расположенной выше. К счастью, пострадавших нет. Виновниками пожара, как предполагается, стали соседи-погорельцев. Вероятно, кто-то из них бросил окурок, который попал на открытую лоджию и стал причиной происшествия. Помните, что небрежно брошенная сигарета серьезно угрожает безопасности окружающих людей. Минск чрезвычайный. Наступлением теплых дней по номеру 101 стали поступать сообщения о летучих мышах. В минувший четверг службу спасения с просьбой избавить от непрошенного гостя обратился хозяин одной из квартир по улице Леси Украинки. Спасатели изловили млекопитающее и выпустили в естественную среду обитания. Как действовать в подобной ситуации, вам расскажет бесплатное приложение МЧС «Помощь рядом». Установите его на свой смартфон и в режиме онлайн получайте оповещение об опасности и рекомендации по действиям. Неприятным четверг стал и для владельца «Фиат Пунта». В результате неосторожного обращения с огнем неустановленным лицом на улице Комсомольская загорелся мусор в пластиковых контейнерах. В результате повреждения получил припаркованный рядом с контейнерной площадкой итальянский автомобиль. В пятницу утром к зданию пожарной части по улице Козлова подъехала машина. Водитель обратился к спасателям с просьбой извлечь из автомобиля змею. Выяснилось, что семья везла домашнего питомца в ветеринарную клинику. Королевский питон находился в руках 13-летней девочки, сидевшей на заднем сидении, но в какой-то момент исчез из поля зрения и через обшивку уполз под нищий авто. С помощью подручных средств спасатели извлекли присмыкающиеся, и только после этого казуса Тигей попал на прививку в ветеринар. Минск чрезвычайный. В субботу около полуночи предположительно в результате короткого замыкания электропроводки на территории гаражно-строительного кооператива по улице Вапшасова загорелось имущество и деревянная обшивка металлического гаража. Оперативно прибывшие огнеборцы потушили пожар. Часом позже помощь спасателей понадобилась 23-летней девушке в доме на улице Кижеватого. Пытаясь остановить закрывающуюся дверь лифта, барышня подставила свою ногу. В результате лифт оказался заблокирован, а нога зажата. Спасатели открыли дверь только при помощи гидравлического инструмента. Бригадой скорой пострадавшая была доставлена в больницу. Не забывайте о правилах безопасности в лифте. Для удержания двери в открытом состоянии используйте специальную кнопку. Предположительно короткое замыкание стало причиной загорания электропроводки в подвале частного дома на улице с красивым названием «Виноградная» в воскресенье днем. На место немедленно приехали боевые расчеты МЧС. Спасатели потушили пожар, в результате которого повреждено имущество, деревянная обшивка стены. К счастью, никто не пострадал. Сегодня это все о происшествиях. Соблюдайте правила безопасности и до встречи в следующий вторник. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.